Эти выходные большинство крымчан провело без света. Паники не было, а вот недовольство масса. Сегодня ситуацию комментирует министр топлива и энергетики Сергей Егоров. Говорит, электроснабжение на полуострове полностью восстановлено, а причина произошедшего в аварии на территории Украины. Недалеко от подстанции Мелитополь, там есть грозозащитный трос на линии 330 кВт, который расплелся. И если бы его не устранить, то могло произойти короткое замыкание или обрыв. На землю упал, все отключилось. Мы вообще в миг остались бы без электроэнергии. Чтобы этого не допустить, вот чтобы этого не допустить, развала всей энергосистемы, было согласовано, что мы перейдем на другую линию, имеющуюся в то время в эксплуатации именно 220 кВт каховка Титан, пропускную способность 250 мегаватт. И мы дали возможность украинской стороне ее отремонтировать. Была угроза полного отключения света на полуострове, но крымские энергетики этого не допустили. Они сознательно отключили часть потребителей, поскольку веерно не позволило техническое состояние системы. Все время Министерство энергетики России было на связи с украинской стороной. Крым ждал, пока соседи ликвидируют аварию. Сначала обещали все сделать к 8, потом к 10 вечера, но ничего не произошло. Крым ждал в 4 утра, в 12 часов дня, в 6, в 8 вечера и только к 10 часам электроснабжение удалось постепенно дать в дома крымчан. По мнению министра, спасение полуострова в строительстве энергомоста со стороны Краснодарского края. Проект готов, осталось пройти экспертизу. Есть уже фирма, которая готова перенести энергомост с бумаги в реальность. Вот этот энергомост позволит сделать наш Крым не тупиковой территорией, а транзитной. И это нам позволит увеличить надежность и безопасность электроснабжения. На вопрос, как крымчане будут встречать Новый год со свечами или светом, министр Егоров ответил однозначно – со светом. Но с оговоркой, что всего предвидеть он, к сожалению, не может. Екатерина Зуева, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ.